Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. Это страшная история. Я не перестаю удивляться тем, что вы мне пишете мне в директ в инстаграме. Кстати, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. А конкретно этой историей со мной тоже в инстаграме поделилась моя знакомая, с которой я раньше училась в школе. Мы не так хорошо общались, потому что на тот момент она была не очень дружелюбная, и в принципе с ней было невозможно контактировать, она сама об этом прекрасно знает, так как любой человек, который хотел пойти с ней на разговор, ему это просто-напросто не удавалось сделать из-за того, что она ни с кем не разговаривала. Но вот ты подойдёшь к ней и спросишь, как день, как твоё настроение, она просто скажет, «Ммм, нормально». В общем, совершенно на то время не общительный был человек, а сейчас она сказала, что в последнее время начала смотреть мои страшные истории, и есть чем со мной поделиться. Соответственно, прочитав эту историю, я была не особо удивлена, потому что я верю в мистику, вы все это и так прекрасно знаете, да и буквально год назад я начала писать для вас книгу со страшными историями, и самое главное, эти страшные истории происходили с кем-либо в реальной жизни. Я готовила для вас это очень долгое время и знала, что вы оцените, потому что в последние дни страшные истории на моём канале не имеют такую большую популярность, какую имели в самом начале. То есть раньше мои страшные истории смотрели по миллионам человек, а сейчас просто смотрят мои подписчики. Соответственно, для своих же подписчиков я готовлю книгу. И совсем недавно огромную партию моей книги отправили в печать, и совсем скоро я сама смогу её потрогать. Но это я к чему говорю? Предзаказ моей книги уже можно сделать по ссылочке ниже в описании. Вы не представляете, сколько сил я вложила в эту книгу и как долго я над ней работала. Так что предзаказ вы можете сделать по ссылке ниже в описании. Если вы точно так же любите мистику, страшные истории, как я, то я вам советую не медлить. Ведь моя книга, только посмотрите, как прекрасно она выглядит. Устрашающая, мистическая. Какие истории там для вас я подготовила? Нужно просто прочитать. Мурашки по коже побегут у каждого, я уверена и гарантирую на 100%. Ну а я хочу пожелать вам приятного просмотра. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Я думаю, вы обратили внимание на новый фон, на очки на мне, на отсутствие косметики, на такой новый прикольный образ. Я стараюсь экспериментировать и мне очень нравится, поэтому надеюсь на вашу поддержку. Ну а это страшная история от моей знакомой. Это был, конечно, полнейший трэш, поэтому присаживайтесь поудобнее, мы можем начинать. Поехали! Случилось всё это зимой прошлого года, когда у той самой знакомой погиб один из родственников, а конкретнее он покончил жизнь самоубийством. Для неё это было огромной травмой и она сама по себе была очень замкнутой в себе, как я вам уже говорила. А после этой ситуации она просто-напросто элементарно отказалась от еды и не хотела вообще ни с кем поконтактировать. Сидела целыми днями в комнате и похудела на 5 килограмм. За это время с ней произошло столько странностей и конкретно одной из этих странностей она со мной поделилась. Там, конечно, ну, да это не странность, это трэш. Только спустя полгода у неё всё нормализовалось и она смогла более-менее прийти в себя. А вообще всё это время я вам уже сказала, что она делала. Очень много плакала, у неё были дикие истерики, замкнутость в себе и всё, что я уже перечисляла. Ну и вот, как я вам уже сказала, буквально недавно она начала смотреть мои страшные истории и именно поэтому решила поделиться со мной этой ситуацией. И в принципе она начала смотреть мои страшные мистические истории неспроста. Её в принципе начала интересовать мистика, всё, что с этим связано. Она начала этим увлекаться, постоянно смотрела какие-то страшные фильмы и те же самые мои истории, пыталась вызвать каких-то духов, но всё безуспешно, потому что не у всех получается. Но я вам уже говорила, что однажды у меня получилось как бы вызвать пиковую даму вместе с моей подругой, после чего она просто упала в оморок и её увезли на скорой помощи. После этого она просто пропала и я её не видела. Вот такие ситуации происходят. Причём Настя, её так звали, даже подумать не могла, к чему это может привести. Да, не получится вызвать кого-то один раз, второй раз, третий раз, но с четвёртого и пятого получится, только это может вылиться в очень плохие последствия. То есть ты можешь подумать, что духу у тебя вызвать так и не получилось, при этом на следующий день произойдёт какое-то серьёзное несчастье. Настя настолько заинтересовалась этой темой и скучала по своему дяде, который, соответственно, покончил жизнь самоубийством, что решила однажды переночевать и остаться в той квартире, где он раньше жил. Квартира пустовала. Настя очень плохо контактировала со своими родителями и они постоянно работали. С утра до самого-самого позднего вечера. То есть Настю постоянно отпускали ночевать где-либо, в основном Настя ночевала у бабушки, соответственно, в этот раз она тоже наврала, что останется у бабушки. А бабушка была в ссоре с мамой и, соответственно, они никак не общались в последнее время, поэтому Настя поняла, что если она скажет, что она остаётся у бабушки, мама даже спрашивать этого не будет. А так как умер брат её мамы, соответственно, дядя Насти, у мамы хранились ключи от квартиры дяди. И дядя давно хотел продать эту квартиру, но после вот этой ситуации как бы этим занялась мама. Квартира пока что пустовала, никто её не хотел покупать, и поэтому Настя втихаря провернула вот такую вот тему. И просто-напросто решила на пару суток от всех свалить просто в эту квартиру, не думая, что там что-то может произойти. А вы как думаете, пока я не дорассказала до конца, произошло ли там что-то или нет? Пишите ниже в комментариях. Когда дядя Насти был жив, в принципе, она вот только с ним была в каких-то более-менее отношениях, и они постоянно созванивались, как-то разговаривали между собой, контактировали. У Насти не было друзей, поэтому она не с кем не общалась, и я вам уже объясняла, почему. В принципе, она боялась предательств. И это у неё была как какая-то травма детства, потому что, ну, в детстве Настя была очень общительной, доброй, хорошей девочкой. Но дети на детских площадках, сами знаете, какими бывают коварными, злыми, что даже новости листают где-то в социальных сетях, там, и над животными дети издеваются. Из-за того, что Настя была, в принципе, общительной, доброй, у неё всё в жизни было, в принципе, её ни в чём не ограничивали, было очень много детей, которые ей очень сильно завидовали. Соответственно, её постоянно унижали, говорили, что ты никто, у тебя ничего не получится, и что, что у тебя есть то, чего нет у нас. У тебя всё равно всё отвратительное, мерзкое, противное. И после этого Настя вообще отстранилась от всех, и как бы это такая вот, ну, травма была у неё. В принципе, придя в эту квартиру, Настя заметила, что там, ну, естественно, огромный толстый слой пыли везде. А как бы так, как эта квартира была её дядей, и дядей она дорожила, она решила хотя бы немного прибраться в этой квартире, потому что, ну, не очень круто, когда там такой беспорядок. А в принципе, ребят, да, вы, наверное, зададитесь вопросом, ну, эта квартира же продавалась, она должна быть в порядке, там, как бы, не должно быть столько пыли. Так и, в принципе, клиентов и людей, которые были заинтересованы в покупке этой квартиры, их не было вообще. Я же сказала, не покупалась эта квартира. Настя пришла, до этого купила на последние 100 рублей из-за того, что даже не хотела у мамы деньги просить, специальное моющее средство и губку. Ну, и взяла себе что-то наподобие какого-то сухого питания, лапши, доширак, что там было, она не написала, перекусить. Аппетита у неё не было, она сама по себе была худая, в общем, такая замкнутая и не кушала много. Соответственно, немножечко прибравшись в квартире, она посидела в телефоне, приехала она в эту квартиру днём, уже как бы стемнело. Никаких странностей не было, она оставалась, как я сказала, там на двое суток, ну и, соответственно, наступила ночь. Настя легла спать, и этой ночью ей приснился очень странный сон. Причём он, ну, реально был безумно странный, я бы, увидев такой сон, реально напугалась. В принципе, Настя увлекалась мистикой и поняла, что к чему. В этом сне её дядя просто-напросто стоял около порога этой самой квартиры и, улыбавшись, кивал ей. То есть ничего не говорил, весь сон, а сон как будто бы длился вечность. Он просто кивал ей головой, и, наверное, этим самым кивком он хотел сказать ей спасибо. Возможно, за уборку, возможно, за то, что она есть. Как бы Настя проснулась в холодном поту из-за того, что странно. Хотя нифига это не странно, она приехала в квартиру умершего дяди, который, собственно, и покончил же самоубийством в этой квартире. Ясен хер, что он ей 100% приснится, собственно, что и произошло. Но сон был, в принципе, не страшный. Хотя, блин, нет, мне кажется страшный, когда твой умерший дядя стоит и просто кивает головой. Настя напугалась, но не придала этому никакого значения. Весь следующий день она провела в этой квартире. Доделала до конца уборку, там, в принципе, все было расставлено аккуратненько, не было какого-то беспорядка. Просто пыли было безумно много, и Настя заколебалась убираться, что не успела это сделать за один вечер, ну, до конца. У дяди была одна комната, куда Настя вообще ни разу не заходила и никогда там не была. Квартира была, кстати, немаленькая. Настя по привычке, так как часто была в гостях у дяди, даже не обращала внимания на эту комнату, потому что он всегда просил ее туда не заходить. Поверьте мне, Настя такой человек, у которого даже интереса не было, что там такое. А после того, как дяде не стало, ей стало безумно интересно вообще, что там такое. Соответственно, Настя этим и занялась. Она просто-напросто открыла дверь в эту комнату, она находилась в конце длиннющего коридора в этой квартире. Дверь была деревянной, и, в принципе, закрывалась она пипец в какую плотную, что и открыть ее было из-за того, что дверь закрывалась вплотную, не особо легко. Настя открывает дверь и обращает внимание, что там огромное количество каких-то старых вещей. Все закрыто какими-то простынями. Старинные фотографии, фотографии рваные, которые валялись на полу, какие-то чужие портреты, фотокамера. Хотя дядя работал директором строительной компании, и было странно, что как бы помимо этой работы он еще увлекался фотографиями и никому об этом не говорил. Фотографий было очень много. Был какой-то закрытый вот такой вот сундук. Попытавшись открыть его, у Насти так и не получилось этого сделать, но она обещала себе, что все-таки сделает это, но чуть попозже. Боялась, что среди этой обстановки в этом сундуке может лежать что-то другое, похуже. В принципе, такое возможно. Она осмотрелась, в этой квартире был еще и шкаф, в котором были очень странные рваные вещи, которые уже можно было выкинуть на мусорку. Они неприятно пахли, как будто бы их не снимая, носили месяцами. Вся эта комната была в дикой пыли. Да и Настя, прибиравшись в квартире, даже не думала, что в этой комнате, куда она ни разу не заходила и не планировала, в принципе, пока ей в голову эта идея не ударила, заходить. Могло быть так грязно. Настя не думала там прибираться, потому что, ну, ребят, там был просто какой-то пипец. Слава богу, Настя ни крыс, ни тараканов не обнаружила, потому что недоеденной еды там не было. Но насколько устрашающе и мерзко выглядела эта комната, что, зайдя туда, Настя сразу почувствовала чье-то присутствие рядом, как будто бы там несколько людей за ней наблюдают. И несколько раз даже оборачивалась и смотрела резко на дверь. Ей было как-то не по себе. Она посмотрела какие-то фотографии, какие-то мячики круглые там лежали, в общем, очень странная комната с безумно непонятными и ненужными предметами. И хрен его пойми, что делали эти предметы в этой комнате и зачем они были нужны дяде. Настя, немножечко подумав, решила подзабить на эту ситуацию, так как я сказала, что она не любит долго на чем-то акцентировать внимание, но есть эта комната и есть, у каждого человека есть какие-то секреты. Она подумала, блин, раз дядя просил не заходить в эту комнату, ему явно может не понравиться это. Настя просто закрыла эту комнату и решила больше о ней не вспоминать. Проведя день в квартире, позанимавшись своими делами, наступил вечер. И Настя резко ни с того ни с сего услышала непонятный грохот, который исходил из этой комнаты. Возможно, она что-то задела, что через некоторое время упала, подумала Настя и решила не акцентировать на этом внимание, в принципе, как она и любила делать, как я вам уже сказала. Грохот был не особо громкий, но Настя услышала, что что-то не то, что там 100% что-то упало, поэтому она такая, не-не-не, я туда лучше не пойду, переночую последний денечек, не хочу возвращаться домой, останусь тут. Настя в этот раз решила ночевать не в комнате у дяди, где ночевала в этот раз, а в зале на диване, так как она просто-напросто там вырубилась и дошла до комнаты. Очень переутомилась и долго делала уборку. Ну и этой ночью приснился просто ужасающий сон, который не был сравним с первым сном, который приснился Насте. В этом сне она вновь увидела дядю, который уже сидел около прихожей, а вот в прихожей как раз-таки квартиры дяди была такая небольшая лавочка, чтобы удобнее было обуваться. Так сказать, наподобие этой, сейчас покажу. Вот даже в подобном стиле у моих родителей, где я, соответственно, и снимаю это видео, в комнате есть такая же штучка, и дядя во сне сидел на подобной, так сказать, табуретке и просто сказал Насте те слова, которые ее повергли в шок. Ну, напугали, напугали не то слово. Он очень медленно, хриплым, неузнаваемым голосом, сидя на этой странной сидушке, говорил ей, загляни в шкаф, там записка. Знаете, у меня даже небольшой триггер от слова записка, потому что у нас с Полиной уже были всякие странные ситуации, которые происходили с нами на даче, когда какой-то, по крайней мере, я так думала, в итоге-то оказалось, что это Полина надо мной подшутила, а мне было вообще не смешно, когда записки по всему поселку и в доме валялись. И как бы вы можете найти эти видео у меня на канале, там трэш. Я снимала и реально думала, что нам придется с семьей съезжать из этого дома, а как оказалось, надо мной просто подшутила Полина, прятав странные записки и всякие непонятные посылки по всей даче и поселку. Соответственно, дядя это повторял весь сон, и сон для Насти не на удивление уже как будто бы опять длился вечность, хотя, в принципе, я читала в интернете, что сны длятся три минуты. Вообще, сами по себе, подсознание человека уже, так сказать, сон воспринимает так, как хочет. Ну, то есть, бывают сны, которые длятся долго, по мнению человека и подсознания, а бывает, кажется, что они длились две секунды, и там просто была какая-то фразочка. Так вот, Насте казалось, что все время, пока она спала, спала она часов восемь, дядя твердил одни и те же фразы. Загляни в шкаф, там записка. Настя проснулась уже не в холодном поту, а просто потная, ей было очень жарко, ей было очень страшно, потому что дядя говорил неузнаваемым голосом, он выглядел безумно странно именно в этом сне. По сравнению с первым, хотя бы в первом он выглядел нормально, а вот во втором сне он уже выглядел просто омерзительно. Ну, как будто бы, я не знаю, что произошло. Он сделал самоубийство. Я думаю, вот по этим моим жестам вы поняли, какое. И даже следы на шее от этого самого, так сказать, совершения самоубийства, следы были у него на шее, во сне у Насти, а вот в первом сне не было. Настя подумала, вдруг он ей оставил какое-то послание и решила не медлить, как только проснулась. В таком плохом самочувствии она резко встала, из-за того, что она резко встала, у нее потемнело в глазах, ей стало плохо. На мгновение ей вообще померещилось, что дядя стоит перед ней. Но это, как бы, блин, нормальное явление, потому что она находится в квартире умершего. Тут, как бы, для меня тоже это не удивление. Она обрыла все шкафы и вспомнила, что шкаф еще был в той самой комнате, куда ее дядя просил не заходить. В принципе, она смотрела. Там были вещи, старинные вещи, которые нужно было выкинуть, но не смотрела на дно шкафа. Что и, соответственно, решила сделать Настя. Она зашла в эту комнату, с трудом открыла дверь, как будто бы она была заколочена годами, хотя она сама ее вчера лично не с такими затруднениями открывала, как в этот раз. Она открыла шкаф и решила пошариться в нем, так сказать, подольше и нашла записку. Записка была очень пыльная, как будто бы была написана, ну, полгода назад. Как раз таки, как будто бы она была предсмертной. Что и, в принципе, оказалось. И знаете, что там было написано? Дядя объяснил причину, почему он решил покончить жизнь самоубийством. Он там написал, что ему каждый день снилась его бывшая девушка, которой не было в живых, и она звала его с собой. Каждый день ему снились сны, а при этом Настя даже не знала, что у него была девушка, и это ее еще больше огорчило. Оказывается, ее дядя с кем-то встречался, причем в маленькое время. И его девушка, которая, к сожалению, не стала в живых, постоянно снилась дяди и звала его с собой. И это просто свело его с ума, потому что с каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже. И, соответственно, решился на этот шаг. И последний сон, который приснился дяде, как было написано в этой небольшой записке, ему приснилось, как он, соответственно, и сделал тот самый поступок. Проснувшись, у него была дикая апатия, он понял, что больше такого продолжаться не может, и, соответственно, как и произошло, ему, видимо, приснился вещий сон. Что ему и приснилось, он сделал, и его больше не стало. В эту же секунду, как только Настя дочитала эту записку, она из другого конца коридора в квартире, вообще в зале, где она спала, она услышала стуки в окно, хотя квартира дяди находилась на седьмом этаже. Она услышала стуки, примерно вот такие. И у неё был такой лёгкий шок, она просто не могла подвигаться. У меня было такое, когда я очень сильно напугалась, и просто не могла ни бежать, ничего делать. Я вам рассказывала об этой мистической ситуации, когда я обиделась на родителей и закрылась в гардеробной, и услышала какие-то топоты по квартире, и ни с того ни с сего выключился телевизор, который играл в доме. Я просто ничего поделать не могла. Мне стало настолько страшно, что я продолжала сидеть, как будто бы меня нет, потому что подумала, что, ну, раз это происходит, значит, те самые духи или то, что я услышала, та самая сущность. Думала, что никого нет в доме, не знаю. И как только мама зашла домой, я уже смогла выйти. Но мама мне не поверила и просто посмеялась, сказав, «Угу». Теперь, когда я ей говорю, что это реально было, она говорит, «Верю». Ну, естественно, верю, потому что, ну, блин, если бы это ребёнок выдумал в том возрасте, а мне было лет, ну, 11, то давным-давно бы уже об этом забыл. Насте, конечно, было страшно, но спустя некоторое время, отойдя от этого странного страха внутри, она решила подойти к окну и увидела там очень странный силуэт. Знаете, на мгновение, когда человек думает, что ему что-то померещилось, как я вам рассказывала в прошлой страшной истории. Она выглядывает в окно, видит силуэт, очень похожий на дядю, соответственно, это, наверное, да не наверное, а 100%, это был силуэт дяди, который буквально через мгновение исчез. Настя поняла, что оставаться в этой квартире больше не может, да и остаться она там хотела на два дня. Она немедля собрала вещи, произнесла вслух в этой квартире слова, «Пожалуйста, прошу меня больше не беспокоить, я хотела как лучше» и уехала. Еще буквально дня два подряд Настя уже, когда она приехала домой, снились сны, она вернула ключ и маме незаметно в сон. Никто ничего не заметил, мама Насте думала, что она оставалась у бабушки, Настя никому так и не рассказывала об этой истории. Только спустя полгода Настя решилась поделиться со мной этой историей. Да-да, как я вам сказала, пару дней уже в этой квартире Насте снились непонятные сны, только там уже был не только дядя, а дядя вместе с его девушкой, где они просто манили ее, а манили, не говоря абсолютно никаких слов, просто-напросто они показывали вот так, весь сон. И сон опять для Насти как будто бы длился вечность. Вот так, видите, под завершение солнышко выглянуло. Так сказать, даже природа понимает, когда нужно добавить спецэффектов. Я сделаю вот так, опа, и как будто бы ничего не было. В общем, эта история не дает Насте покоя, и она по сей день боится возвращаться в эту квартиру. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. Пишите ниже в комментариях, как вам эта история, что она вообще, по вашему мнению, могла означать. Для меня это, ну, самый настоящий трэш. Спасибо вам большое за просмотр. Если вы досмотрели и смотрите эту историю все еще, отправляйте мне вот этот эмодзи в директ в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Тех ребят, которые досматривают мое видео до конца, отправляют эмодзи, которые я оставляю изредка в конце, я лайкаю, подписываюсь на ваши аккаунты, делаю сигны, видеоприветы и разыгрываю много крутых призов. Делитесь своей страшной историей, пишите мне ее в Инстаграм. Спасибо большое за просмотр. С вами была Карина. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok